Если бы я еще раз прогрел, я бы скорее всего завязал. У меня была серия поражений, во-первых. Постояв год в охране, потренировавшись, потренировав, я понял, что так долго не уедешь. Сложен был 2019 год? Сложный. С меняю это погано. Сейчас именно с Ратью ничего вас не связывает. Я ошибаюсь? Разговоры, да. О том, что можно было бы выступать за рубежом. Но маленько там все переигралось, и я выступал в эсерии. Как в итоге все прошло? Мне показалось, что до сих пор и там, после поднятия руки и здесь, эмоции немножко скрываете. Потому что такая прервалась. У меня была серия поражений. Во-первых, выступал в 7-7 и больше этого делать не планирую. Все-таки, наверное, не мой вес, потому что очень много гонял. И сейчас, в принципе, достаточно приличное количество килограмм гоняю. И, конечно, хотелось показать досрочный бой, да, досрочную победу. Был план закончить его. Вроде бы отрабатывали варианты развития в ударной технике и на земле, да. Отрабатывали большое количество приемов, в частности удушающих. Когда я пытался делать на земле, я знал, что он будет идти вперед. Я знал, что я сам его смогу переводить с креста, потому что он любит побороться в кресте. Несколько раз не получалось задушить спереди, когда он был подо мной. Затем не получилось во втором раунде дожать сзади его, задушить. Не знаю, с чем связано. И я был сам какой-то весь мокрый. Он был мокрый, скользкий. Мне показалось, что немножко еще грязновато было. Я на видео видел несколько раз вроде в пах попал, просто не стали остановить. Или около того, да. Ну, попадал, да. Я сам не тормозил, у меня потому что хорошая паховая раковина такая железная или титановая, не знаю. То есть, в принципе, когда даже попадались в пах, я не всегда на это обращаю внимания. Просто пах, шорты, сетка. Пах, шорты, ну, вот, бывает. Это работает? Да, то есть, каждый по-своему где-то пытается так, может быть, спастись. Я же не... Ну, я не думаю, что это было преднамерено. Как-то бывает. Ну, в итоге сейчас, наверное, камень такой с плеч спал, что поражение прервано, победа, в принципе... Ну, такая трудовая, наверное, можно сказать, потому что... Ну, да, было больше не физически, больше морально. Если бы я еще раз проиграл, я бы, скорее всего, заезжал просто. А с чем ты период был связан с 12-го, с 13-го года по 17-й? Почему был такой большой промежуток в карьере профессиональной? Ну, появилась семья, нужно было как-то кормить жена, потом ребенок в 15-м году родился. То есть, я в 15-м году только пришел с армии, начал... Ну, я закончил высшее образование, нефтегаз, пошел в армию, после армии пришел, начал дальше продолжать заниматься спортом. Постояв год в охране, потренировавшись, потренировав, я понял, что, ну, так долго не увидишь, вот. И я устроился в военное училище. На контракт я многое время выступал по армейскому рукопашному бою за училищей. Они мне разрешали выступать по разным любительским видам спорта, но по профи добра не давали. А вот после того, как я стал вице-чемпионом мира по панкратиону, мой начальный кафедр дал добро, сказал, можешь выступать по профи. Ну, то есть, как бы так, я и работу закрывал, то есть на соревнованиях по рукопашке, и выступал еще по панкратиону и по боям. Но вот 30 апреля 19-го года я уволился и немного другими делами занимаюсь, поэтому сейчас... Не с боями, не со спортом связаны? Со спортом. У нас с другом, с Ромой. Клуб, да? У нас клуб, у нас три спортлава. То есть, слишком много времени еще уходит на это, поэтому пришлось отходить от... Это уход с постоянной работы, то есть, где работа на себя, и все равно определенные риски в плане того, что сегодня может быть доход, завтра нет. Профессиональные бои, плюс не такая, как бы черная полоса. Сложен был 19-й год? Сложно. Сменяю, это погано. Да. Сложно, слушайте. Я, на самом деле, много думал, размышлял, куча было мыслей вообще по поводу всего происходящего. Начинал уже взвешивать нужно мне это, не нужно, знаете, всякие мысли лежат. Куча моментов, из-за которых все это происходило, но смысл об этом уже вспоминать, а все забыть, грубо говоря. Как говорится, все начинаем сначала, в сотый раз. Я не понял, ваши соцсети, какие-то комментарии и так далее, но я почему-то думал, что сейчас именно с Ратью ничего вас не связывает. Я ошибаюсь или нет? Нет, вы не ошибаетесь, мне представили как законодурать, но я говорил организаторам, что я представляю соулклуб Центра Романа. Да, с Ратью мы разошлись, разошлись в декабре, получается, перед Новым годом. Ну, просто сложилось, что у нас, ну, просто немного дороги разошлись, так мы, в принципе, в хороших отношениях. Может быть восстановление этих отношений, вот сейчас, если, к примеру, карьера несколько изменится и еще что-то или нет? Или сейчас уже, то есть, путь пройден и к нему возвращаться? Лучше, скорее всего, да. То есть, мы работали вместе, нас сначала все устраивало, потом появились, ну, не то, что разногласия, просто разные взгляды на работу, и мы в нормальных отношениях разошлись, и ребята для меня много что делали, и я по максимуму делал то, что от меня зависело, да, там, помимо моей спортивной составляющей еще там некоторые моменты, ну, не будем говорить. Вот, ну, просто, просто у нас сейчас разные дороги, я им желаю только добра, хорошего, потому что там много крутых ребят, само руководство, хорошие люди. За ту команду я буду всегда болеть. А сейчас дальше какие-то планы, то есть, также еще где-то на локальных промоушенах выступить, и куда-то, что-то более какие-то глобально двигаться, или уже какие-то были, может быть, там, наметки, предложения? Да, наметок, знаете, нет, у меня, когда у меня была восьмая победа над американцем, у меня были там какие-то договоренности, разговоры, переговоры, да, о том, что можно было бы выступать за рубежом, но маленько там все переигралось, и я выступал в ИСЕЕ. А виза что-то такое есть, да? А виза у меня есть американская, да, но видите, чтобы выступать, допустим, в Штатах, там нужна рабочая виза, то есть по-туристическому ты не сможешь вступать, я просто в следующий раз забанят, то есть все, у меня пока просто туристическое, но если что-то вдруг появится, конечно, я буду подавать на рабочую щеку. Сечка на голове сейчас как-то беспокоит, нет? Сечка нет, не беспокоит, я даже не заметил, просто Шахрух бил бэкфист, и это была такая обоюдная причина, то есть я подсел под руку, и он бил, он просто не контролировал удар, и получилось, что я затылком немного налетел на локоть, ну, сечка, я поначалу ее не почувствовал, пошел в душ, смотрю, бежит кровь, думал, может быть, от него кровь, ну, начал омывать, омывать, она не кончается, потому что ребята посмотрели, сказали, там еще сечка, но зашивать не буду, потому что она сзади, и она не сильно глубокая, она просто такая длинная, ну, ничего, сейчас замотали, сказали, ну, предложу, все нормально будет.